Всем привет! Это снова формат болтательного спидпейнта. Буду красить вот таких вот почти аниме девочек. Выбрала для этого наборчик копик. У меня случилось страшное. В этом наборе 24 цвета, но я где-то потеряла один цвет. Я не знаю, как он выглядел, что это был за цвет. Я его ищу. У меня есть предположение, что я положила его в сумку с файн-колор, потому что эти маркеры, с одной стороны, очень похожи на копик. Они имеют такой же овальный колпачок. Я уже перебрала три сумки с файн-колор, но копиков не нашла. Я продолжу свои поиски, поэтому в этом видео я буду рисовать не совсем полноценным набором, а набором из 23 цветов. Но, надеюсь, там какой-то неважный цвет. Мои копик из магазина Artpinok. И, как вы заметили, почти всегда все мои маркеры именно из Artpin'ка. В Artpin'ке по промокоду ИДИОДСТИЛИ при оформлении любого заказа вы можете получить скидку в 10%. Вся эта инфа, также ссылка на мой набор, которым я сегодня буду рисовать, будут в инфобоксе. Тела девочек я буду рисовать цветами из набора Skin Tones, потому что те телесные мне больше нравятся. В этом видео я не показываю процесса, а только раскрашиваю. Поэтому рассказываю, как все начиналось. Когда я только села рисовать этих девочек, они не были девочками. И, надо сказать, я начала их рисовать очень давно. По-моему, еще в прошлом году, ну или в начале года. В общем, я решила найти что-нибудь, что можно смотреть в качестве фончика. И чтобы это что-то было очень длинным, и там было много серий. И мне не пришлось искать еще что-то, какой-то новый фончик для того, чтобы дорисовать комикс. У меня на тот момент был комикс в работе, который назывался «Сестрички зеркала». И там все уже было готово, и я просто все красила. Очень много страниц, фреймов и деталек мне нужно было красить. Красила я его где-то месяц, если не больше, и все это время смотрела Наруто. За это время я посмотрела порядка 200 серий. Спасибо, Наруто, за то, что ты такой длинный и был классным фончиком, пока я рисовала свой комикс. И нужно сказать, что в Наруто очень много классных по дизайну и истории персонажей. Но мне на тот момент понравился прям очень-очень сильно, больше всех остальных, один персонаж, которого я и начала рисовать. Я сейчас понимаю, что не могу вспомнить, как его зовут. У него были очень широкие брови, и постоянно все ему на это указывали. Этот парень, да, он был парнем, был совершенно увлечен тренировками до сумасшествия, и его сенсей был таким же увлеченным. Я вначале сказала о том, что один из цветов в наборе у меня потерянный, я не знаю, что это за цвет, поэтому мне еще сложнее его найти, так бы я по цифрам посмотрела в других сумках. Но смотрите, что я нашла. Это вкладка, которая была в наборе маркеров, и тут написаны все цвета. Теперь я знаю, что искать. После того, как я все дорисую, закончу записываться, я пойду искать этот цвет. В общем, я решила нарисовать этого чувака, мне он очень понравился. О, я, кажется, вспомнила, как его зовут. По-моему, его звали Ли. Возможно, я немножко еще поболтаю и вспомню, как его зовут полностью. В общем, этот Ли, вроде бы так. Очень надеюсь, что это действительно его имя. Если вы смотрели Наруто, наверное, помните, у него там был интересный эпизод в жизни, очень сложный, когда он сломал почти все тело и долго восстанавливался, и при этом не терял надежду на то, что он сможет продолжать сражаться. Я решила нарисую его просто вот в таком формате, как я сейчас рисую девочек. Но потом к его голове начали дорисовываться волосы, еще больше волос. И я поняла, что, кажется, я ухожу от своей первоначальной задумки. И получилось то, что получилось. Поэтому девочки, особенно одна в такой боевой позе, а вторая немного трансформировалась. Так как я отказалась от изображения персонажей из Наруто, то решила верхнюю картинку немного поменять. Ну, а нижняя, мне казалось, вроде и так прикольно смотрится. Что касается набора, того, как он укомплектован, набор называется Манго. И тут все цвета выбраны каким-то странным образом. Каких-то цветов большое количество. И есть средние, темные, очень светлые оттенки. А, например, зеленый только один. Вот фиолетовых и голубых достаточно много. Но фиолетовых, например, два практически одинаковых. Причем у одного из фиолетовых кобик. Что вы делаете? Заставляете меня сказать о том, что вы не идеальны. Так вот, у одного из фиолетовых прям настолько плохо с колпачком все по цвету, что он, наверное, раза в три не совпадает с тем цветом, который получается на бумаге. Я сейчас хочу постараться перейти только на заправляемые маркеры. Хотелось бы подобрать такие цвета, которые мне всегда необходимы в работе. И у меня будут заправки к этим цветам. Я думала, что в наборе копик я выцеплю несколько таких цветов. Но оказалось очень много близких цветов. И из-за этого я немного расстроена. И могу заметить, что во всех палитрах разных марок есть какие-то похожие цвета. Или даже у некоторых марок совпадают названия этих самых цветов. Они все выглядят по-разному. Палитра зеленых от копик не такая, как палитра зеленых от touch5. Или промаркер. Или touch. Они все немного отличаются. Большинство из этих цветов, которыми я сейчас рисую, особенно фиолетовые и голубые, и красные, и розовые, они классические. И такие же цвета есть в других марках. Но они все равно отличаются. И я хочу как-нибудь сделать такую подборку и сравнить именно цвета и их оттенки в разных марках. Например, лавандовый в скетчмаркер и в копик разные оттенки имеют. Все лавандовые, они разные. С одной стороны, это круто, что они все разные. Но хочется попробовать их все и выбрать тот, который нравится именно тебе. Лайна девочкам я буду рисовать Posca плюс Micron. Маркеры Posca очень хорошо ведут себя со спиртовыми маркерами. И как только они у меня появились, просто не выпускаю их из рук. И мне очень интересна их расходуемость. Но у меня пока что. Я очень этому рада. Не закончился ни один маркер. Хотя я нарисовала достаточно большое количество работ ими. Я жду, когда какой-нибудь закончится, чтобы понять, насколько хватает чернил в этих маркерах. Вот, кстати, жалко, что Posca не заправляемые. Потому что сам корпус у них очень качественный. И перо тоже, мне кажется, может долго прослужить. Возможно, вы заметили, что я стала делать цветной контур, подбирая цвет под каждый элемент. Например, волосы фиолетовые, значит, лайн будет фиолетовым. Рядом с телесным цветом будет хорошо смотреться красный, либо коричневый, с голубым, синий и так далее. Что-то в последнее время мне стало нравиться, как это выглядит именно в маркерах. Потому что я так до этого, мне кажется, не работала. Ну, по крайней мере, настолько много цветного лайна я не использовала. Вот в диджитальных картинках я постоянно так делаю, а в маркерных почему-то нет. И последнее, что нужно добавить, это белая гелевая ручка. Но у меня теперь появились Posca, и иногда я рисую белые элементы и Posca. Но когда мне нужно что-то более тонкое, маленькое и аккуратное, я все-таки использую белую ручку. А, еще, кстати, нужно тут заметить, плюс Posca, из-за того, что они имеют кроющие чернила, очень удобно исправлять какие-то косяки, даже цветные. Я иногда прям куски замазываю этими маркерами, чтобы скрыть какие-то ошибки. Делаю дополнительные тени или блики, смотрится как будто бы так и должно было быть. Я очень давно хочу реализовать идею челленджа с тремя маркерами. Когда ты из кучи разных маркеров, не видя их цвета, рандомным образом выбираешь три и потом рисуешь что-то. Но пока я не могу выбрать маркеры, которые подойдут для этого челленджа. Потому что наборы Touch 5, ну, очень уж огромные. Вдруг я достану три серых или три розовых. Пока что я склоняюсь к Touch или Promarker или Fan Color. Они просто максимально все разные, и там точно не будет совпадений. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такая идея. Или вас уже достали все эти челленджи, и вы хотите чего-нибудь более оригинального и интересного. Воспользуюсь тем, что я сегодня снимаю болтательный ролик и расскажу вам немножко про свои планы. Напомню, что в начале года я решила разделять контент. И все свои личные проекты и работу над ними я перенесла на Patreon. Там теперь происходит все самое интересное и с большим количеством процесса и контента. А на ютубчике я показываю либо готовые проекты, либо обзоры материалов. Или еще один формат для ютубчика. Это болтательные спидпейнты, которые я какое-то время назад снимала в большом количестве. А потом забросила, как только начала увлеченно рисовать комиксы. Но сейчас решила периодически снова их снимать. Так вот, про мои всякие дела и планы, над чем я сейчас работаю. Совсем недавно я выпустила книгу онлайн. Надеюсь, вы уже посмотрели видос про книгу и вам там все понравилось. Книга обязательно выйдет в печатном варианте. Пока что не знаю, когда это будет, но будет. После публикации последней главы по этой книге на Patreon я хочу приступить к публикации в таком же формате глав из другой книги. 300 персонажей. Думаю, что в каком-нибудь свеженьком новеньком видосе вы об этом услышите. Вообще, мне очень приятно осознавать то, что наконец-таки я могу говорить о том, что эти проекты реализованы и они выпускаются. Потому что весь прошлый год я только обещала и говорила, я работаю над книгой, я работаю над книгой, вот она скоро выйдет. А сейчас я могу говорить, книга готова, идите смотреть. Издание книги не дает мне покоя. Я знаю, что вы ждете ее. Спасибо вам большое за это. И я очень хочу ее издать, но пока что я не могу даже элементарно ходить на почту в том формате, в котором я обычно это делаю. Пять раз на день. Не могу купить свою упаковочную бумагу и всякие скотчи, потому что я покупаю их в определенном магазине, потому что мне нравится их качество и мне устраивает их цена. А у них нет онлайн-магазина, нет онлайн-продаж и нет доставки. А магазин офлайн закрыт. Очень много всяких нюансов просто по каждому пункту, почему я вот прямо сейчас не могу издать книгу. Но у меня есть такая идея напечатать первый тираж только по предзаказу. Вот сколько людей наберется, но при этом мне нужно, опять же, определенное количество книг все равно собрать по предзаказу, чтобы этот тираж стоил столько, сколько я попрошу с вас денег. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, что себестоимость книги складывается из процентного отношения одной книги к тиражу. Чем меньше тираж, тем больше себестоимость изделия, тем дороже само это изделие в продаже. Мне хотелось бы сделать какую-то адекватную цену для своей книги, которая будет соответствовать или как-то перекликаться с ценами книг подобного формата. Потому что, будьте уверены, моя книга будет очень красиво оформленная, классно выглядеть в печати. Я об этом позабочусь. И она будет выглядеть не сам издатым каким-то дешевым, а она будет выглядеть достойным проектом. Я думаю, что если вы держали в руках мои книжки с комиксами, либо стикеры, то вы даже не сомневаетесь в качестве. Для меня это очень важный пункт. Мне нужно напечатать образец для себя. Я всегда так делаю для всех печатных изданий, для всего, что выпускаю, чтобы убедиться в том, что все будет по красоте. То есть это будут страницы, которые в типографии мне порежут в размер, но собирать, скреплять я буду все сама. И я подумала, что я могу такие же подарочные экземпляры сделать для ребят, которые поддерживают меня на Патреоне с самыми высокими уровнями милоты. Потому что я им давно уже торчу эти книжки и хочу сделать такие подарки. Да, это будет не самая прекрасная, возможная книга в плане сборки. Потому что я буду собирать это все вручную. Но, надеюсь, такой экземпляр все равно будет выглядеть достойно и собран он будет точно с огромной благодарностью и любовью. Также я занимаюсь новым комиксом. Наверное, вы уже слышали про него тысячу миллионов раз на моем канале. Я вас уже достала, но вот я его рисую. Там очень большая история. Самая большая история, которую я когда-либо иллюстрировала и придумывала. Почти 140 страниц. Можно меня и не жалеть. Мне пока что все очень нравится. Я буду в ближайшее время публиковать какие-то картиночки и сполерить чуть-чуть в инстаграме все это. Ну а на патреон можно взглянуть на весь процесс с самого начала. От идеи до вот того, что есть на данный момент. Еще я сейчас пишу пятую историю. Она будет небольшой, коротенькой. И опираться на одну из историй, которые я уже реализовала. Это будет как бы обновленный новый вариант с новыми персонажами и в другом сеттинге. Четвертый комикс про роботов я также выпущу отдельным изданием, как и все другие комиксы в таком же формате. Чтобы можно было собрать коллекцию для тех, кому нравится собирать книжечки в таком виде. А после все переоформлю в сборник. Он будет выглядеть совсем не так по формату, как все мои комиксы. Я хочу, чтобы он был квадратным. В общем-то, это все мои дела. Я дописываю книгу и занимаюсь двумя комиксами. Ну и вот иногда что-то делаю для канала. Надеюсь, вам понравилось то, как рисует копик. И было интересно меня послушать. И я не загрузила вас всякими своими бедами и сомнениями. Но мне было очень важно это проговорить. Потому что я уверена, что большинство людей приходят на мой канал за какими-то моими проектами. А так как книга большой для меня проект, и вот-вот она должна была выйти в бумаге, но не вышла, всех интересует этот вопрос. Но все не так плохо. Моя книга сейчас выходит как курс на Patreon в формате онлайн. И на Patreon еще больше примеров, и больше заданий, и больше информации. Так что я не думаю, что онлайн-вариант книги чем-то хуже, чем печатная версия. И к тому же, возможно, именно сейчас уже можно прочитать всю-всю книгу. То есть я закончила ее писать, и опубликована последняя глава. Надеюсь, вам было интересно посмотреть за процессом рисования копиками. Потому что в обзорах я обещала, что покажу что-нибудь более полноценное, чтобы можно было больше увидеть, как работают эти маркеры. И уж точно убедиться в том, что они наипрекраснейшие. Большое спасибо за присмотр. Всем волшебного утра, дня, вечера или ночи. В зависимости от того, когда вы будете смотреть этот ролик. Пока-пока.